На Evolve добавили праздничные квесты, как я и говорил в прошлом ролике, спустя сутки их перенесли на мой сервер, то бишь на Сент-Луис. Кстати, если тебе нужны бесконечные материалы, верты и прочие приколы, то регистрируйся на промокод хэштег Лепард, я тебе всё оформлю. Ну а если ты не играл на Evolve РП до этого момента, то советую прямо сейчас начать. Естественно, уже есть ролики с прохождениями этих квестов, но это видео будет поделено на две части. Сначала я быстро расскажу вам про обновления и как пройти квесты, а далее в видео лестплея покажу, как я их проходил. Зовем в игру кента, чтобы не было скучно, берем тачку, пишем GPS и ищем Хэллоуин, выбираем зараженную зону и вылетаем. Перед тем, как зайти в аномальную зону, в лавке неподалеку берем кислородный баллон, желательно несколько штук. Если этого не сделать, то хэбы будут постепенно убавляться и через 5 минуты превратишься в аномального жмура. Наконец-то мы в нереальной зоне, надеваем баллон и подходим к призраку, чтобы взять квест. Кстати, вся навигация осуществляется также через GPS с Хэллоуин. Первое задание очень простое, но требует терпения. В определенных местах зоны каждые 5 минут спавнятся тыквы. Нам нужно собрать 10 таких приколов. Сразу говорю, лучше проходить квесты с утра или ночью, в противном случае вы потратите очень много времени, чтобы словить тыкву. Ибо на каждом споте стоит по 5 рыл, которые хотят нафармить себе ДНК. Вот два самых профитных места, по моему мнению. На этой горе спавнятся 4 тыквы, 2 на верхушке и 2 на нижних спотах. Также под горой возле дерева спавнится еще одна. С правой стороны еще находится ряд из двух тыкв, и ближе к болоту в камышах спавнится еще одна. Также возле этого болота на каждом из этих булыжников еще по одному. Но советую контролить первый спот, ибо это самый профитный, как по мне. Другую часть зоны вообще не вижу смысла показывать, ибо в ней больше всего народу. И еще желательно нафармить чуть больше тыкв, чем нужно, примерно на 5-7 штук больше, это понадобится в будущем. Спустя эру динозавров фармила Серго, наконец-то нафармил все тыквы, и дальше тебе нужно добраться до трейлеров, которые находятся возле выезда СЛС и нулевой фермы. Приезжаешь туда и стучишься в каждую дверь командой Ашноу. Поздравляю, не прошло и минуты, как ты выполнил второй квест. Далее кабаном заезжаешь в 24 на 7, что находится поблизости, закупаешь розы, и едешь на кладбище Лусантоса украшать дом мамы Сиджея. Затем разворачиваешься на 180 градусов, подходишь к кабану, и тыкаешь то же самое, что и я. Не знаю, влияет ли это на что-то, но если хочешь, можешь проверить. Все, кабан скинул на лапу сатентых фыгалды, и самое главное, дал наводку на ЛСПД. Поэтому отправляемся туда, подходим к легавому, снова жмал все то же самое, что и я, и этот козел отправляет нас в больницу ФК. Самый муторный квест с землявым кладбищем Лосантоса, пацаны, при его прохождении. Потому что после разговора с типом у больницы, тебе придется подняться на второй этаж, завернуть налево, взять фарму и развозить ее по больницам всех трех городов. И каждый раз придется возвращаться обратно за новой фармой. Земля вам металлом, реально. После того, как ты прослушал все старые треки фараона, пока проходил этот квест, снова подходишь к этому Чили Бобби, и говоришь ему, какой он хуесос. Чтобы он вновь подкинул тебе свинью и отправил к своей возлюбленной. Но перед этим БТВ не забудь заехать в 24 на 7 и купить фотик, чтобы снять с нею кино. Находится она на заброшенной телевышке возле СФ, подходим к ней, выслушиваем какая она фетишистка и подмечаем, что ей нравятся трупы. Ну и чтобы отмостить прошлому хуесосу, берем, выезжаем на 5 разных точек, чтобы сделать фотки трупаков и показать их его подружке. Все локации ты видишь на экране, думаю, как добраться до них объяснять не стоит. Кстати, если в этих трупаков врезаться, они смешно разрушаются. А вот и карма, на последнем у меня вылетела птичка в виде краша. Видимо, тот мужик что-то заподозрил. Но, к счастью, прогресс задания сохранился, и теперь нам остается вернуться к подружке и показать, какие мы крутые. Все, поздравляю, теперь у тебя есть модный наряд и выполненная первая сюжетная ветка. Теперь мы направляемся уже ко второму призраку, также через GPS. Берем квест, в котором нужно зажечь 5 котлов, опять же советую проходить либо с утра, либо ночью. Лично я знаю только 4 локи, где они находятся, но можно поджигать и по второму кругу. Следующее задание сварить 3 любых зелья в лавке, для этого тебе понадобятся ингредиенты, которые как раз таки падают во время ловли тыкв. Но ты же умный и сделал то, что я говорил в начале ролика, правильно? Поэтому ингредиентов тебе хватит. Но, если нет, то иди лови еще пару тыкв. Примерно уйдет у тебя 10-15 минут на это. Поздравляю, яд готов, и теперь ты можешь выкинуть его нахуй, он тебе не понадобится. Следующий твой шаг, это выловить 10 рыб, в которых живет Каспер. Едешь, получается, в 24 на 7, покупаешь удочку и много-много снастей. Поверь, лучше не скупись. Затем мчишь на ферму, ММ, рыбалка и копаешь червей. Тоже советую набирать во все карманы. А, ну и самое главное, про лицензию на рыбалку тоже не забудь, в автошколе получите, иначе у тебя ничего не получится. Теперь, когда у тебя все тузы в руках, тебе остается приехать на пирс ЛС, нажать Enter и просто ловить рыбу. В течение двух минут ты выполнишь этот квест. Ну и все, финал очка. Тебе остается только приехать на мэрию, встать на вымышленный танцпол и с музыкой в твоей голове флексить на подиуме. Поздравляю, ты прошел всю сюжетную линию новых квестов. Можешь вернуться обратно в лавку возле Чернобыля и обменять свои заветные тыквы на разные аксессуары, тачки и так далее. Также, если ты еще немного пофармишь, то сможешь купить себе дом на колесах. Ну, либо просто вводи мой промокод в хэштег Лепард и не парься. Продолжение следует...